Всем привет дорогие друзья, с вами Механик и мы с вами наконец-то дождались официальное DLC для Евротрак Симулятор, который называется Сердце России. Сейчас посмотрим, немножечко обсудим это и я надеюсь, что сможем разглядеть какие-то подробности. Итак, как вы видите здесь, анонсировано во-первых, то что у нас появится дорога от Санкт-Петербурга к Москве и возможно еще куда-то дальше. Ну, официальный текст мы сейчас зачитаем. И также у нас две реки, это Волга и Ака, которые по сути будут как-то представлены. То есть, если Волга, это скорее всего будет какое-то Поволжье и Ака, честно говоря, не знаю, скорее на восток куда-то пойдет у нас карта. Давайте дальше посмотрим, что нам покажут. Так, Росмарк, то есть видите у нас уже грузы какие-то русифицированные, если можно так назвать. Что хочется сказать про дороги. Давайте, наверное, мы целиком сейчас досмотрим это видео и посмотрим потом еще конкретно на скриншотах, как это выглядит. Но вот эти моменты, очевидно, они плюс-минус похожи. На Россию я имею в виду. Автомойка. Прекрасно. Замечательно. Представьте какой-нибудь еще мод на трафик, который добавит дополнительные российские автомобили. И это будет очень даже хорошо. Ну, не знаю, таких шикарных дорог у нас, мне кажется, нет. Мотель. Вот, вот это Россия, точно. Вот сейчас была Россия. Подождите, я еще раз хочу посмотреть. Покажите, пожалуйста, еще раз Россию. Вот она. Вот это вот среднестатистический какой-то город, окраина его. Какое-то вот что-то здесь. База какая-то, строительная техника. Кругом навалена щебенка. Вот эти катушки. Вот это похоже. Вот это да. Кафе. Отель. Панельные дома. Так, посмотрите-ка, здесь у нас, во-первых, водонапорная башня. И какой-то мемориал. Флаги есть. Знаки. Все очень даже похоже, слушайте. Ну, неплохо, неплохо. Когда же она выйдет? Когда же она выйдет? Добавьте в желаемое, тут написано. Давайте сейчас мы посмотрим официальную страницу и в стиме. Итак, что у нас здесь? Во-первых, дата выхода у нас неизвестна пока, но анонсировано, что это будет в ближайшее время. Давайте немножечко почитаем текста. Так, сейчас сделаем перевод и прочитаем. Посетите Россию. Дом с богатым культурным наследием и историей. Как самая большая страна в мире по общей площади, Россия демонстрирует большое разнообразие форм рельефа, климата и всего остального. Расширьте свои путешествия на восток, простираясь уже от исследованного Санкт-Петербурга из DLC Балтика. Дальше на юг и восток посетите сердце России и полюбуйтесь ее красотой. Полный захватывающий дух, а иногда и дикой природой. А также городами, где вы можете увидеть потрясающие исторические здания и недавних и прошлых времен. Исследуйте сердце России, Москву и не только. То есть, как я уже говорил. Дальше. Поезжайте осмотрите удивительные достопримечательности рек Волга и Оки. Волги и Оки. Почувствуйте дух российской истории, проезжая по многовековым городам и собирая грузы на современных складах. Заблудитесь в густых лесах и на открытом лавншафте европейской равнины. Итак, что из этого становится понятно? Во-первых, то, что если они говорят про всю Волгу, то это очень большая карта будет. То есть, большое DLC, потому что это, ну, образно говоря, от, ну, плюс-минус, да, там от Самары где-то до Волгограда, до Астрахани. Вот куда-то туда все это Волга простирается. К сожалению, не силеная в географии, и что касается Оки, не совсем знаю. Напишите в комментариях, если вы знаете, где проходит река Ока, то есть, какие она захватывает города, чтобы в целом можно было понять масштабы и размеры этой карты. Будет ли она сделана максимально похожа или нет, вот тут тоже, конечно, большой вопрос. Что касается в целом карты и дорог, давайте посмотрим. Ну, дороги здесь, очевидно, слишком хороши для России. Ну, нет у нас, к сожалению, таких хороших дорог. Учитывая вот такой вот пейзаж за пределами дороги, то дорога будет выглядеть, ну, абсолютно не так. Ну, абсолютно она так не будет выглядеть. Здесь, ну, в городе, да, ну, может быть, может быть, но опять-таки, глядя, ну, вот этот дом, хорошо. И, ну, возможно, возможно, я все-таки вот склоняюсь к тому, что таких дорог, ну, они мало где у нас есть такие дороги. Мало где есть двухполосные хорошие дороги с разделительным вот таким вот заграждением. В основном такого нет. И вот эти вот заборчики, которые ограждают, по сути, газон от трассы, у нас тоже такого, ну, очень мало где есть. Ну, вот здесь, в принципе, очень даже похоже. Убитая какая-то пятерочка стоит. Гаражи. Ну, чтобы у нас колеса вот так валялись, ну, такого тоже нет нигде. Они давно уже будут растащены и проданы, помыты и проданы будут. Так. Не знаю, это нам показывает, что можно поездить будет на вот такой технике или мы едем все-таки на грузовике. Не совсем понятно. Или это все трафик, а нам просто показывают здесь что-то. Знак главной дороги. Ну, в целом, вот этот пейзаж очень даже похож на российские действительности, на российские реалии. Давайте дальше смотреть. Так, здесь у нас вот такого много, конечно, но, опять-таки, дорога у нас не так выглядит. Тут слишком идеально все. Слишком идеализировали они. Спиленное дерево. Здесь какая-то вот речушка небольшая. Там поваленная березка. То есть много, как видите, сочетание березового леса и хвойного. Такое, в принципе, у нас бывает. Но здесь, если честно, береза выглядит тоже, как хвойное дерево. Посмотрите. То есть они выглядят одинаково, просто текстурки разные натянули. Ну, может быть, чуть-чуть тут какая-то разница есть. Давайте попытаемся найти что-то. Что-то вот прям самое такое интересное. Вот здесь. Здесь ничего не понятно, кроме того, что кафе и hotel. Hotel написано. Заправка. То есть какой-то вообще тут транспортный узел, судя по всему. Опять-таки, посмотрите, идеальные какие дороги. Напишите, где такие идеальные дороги. Здесь видно, что у нас в асфальте трещины. Ну, по сути, как в любой стране. Но у нас эти трещины сопровождаются огромными ямами. То есть здесь помимо трещины, вот такая вот еще ямища будет. Что касается в целом, мотель. Не знаю, называют ли у нас мотель. Видели ли вы где-нибудь по трассе, чтобы было написано мотель? Я, если честно, как-то не замечал. Там что-нибудь будет. Гостиница у Михалыча. Кафе у Татьяны. Вот такое вот я кучу видел. Или там люля-кебаб. Плов на заказ. Так, ну в целом. О, заправочная станция такая, видите? То есть, ну старая, типа советская. Вот такого тоже бывает. Там то ли беседка, то ли остановка, не совсем понятно, что это. Но вот такой вот именно разметки, вот именно вот такой, ее практически нет у нас. Ну, я не знаю, может где-то в крупных городах есть, но на трассе ни разу не видел вот такую вот разметку я. Ну вот, обычно есть, но я имею в виду вот эти вот, какие-то разделительные моменты, такого не видел. Давайте смотреть дальше, что мы увидим. Здесь довольно прикольно сделано. Какая-то бытовочка там сзади видна. То есть, есть дорога с объездом, но видно, что шлагбаум закрыт. Понятно, что мы там не проедем. Пешеходные переходы обозначены вот такими знаками, которые, мне кажется, только у нас. То есть, такой зеленой окантовочкой. Когда по Европе гоняешь, там нет таких знаков. Да и в целом, мне кажется, там пешеходных переходов минимум. И они, ну, на трассе редко встречаются. А у нас вот это нормально, когда трасса, типа там скоростная трасса, причем и пешеходный переход посередине. Автомойка очень-очень неплохо сделана. Вот это добавляет сразу такого реализма, потому что у нас такое вполне может быть. Так, давайте дальше смотрим. Продукты 24. Ну, я сомневаюсь, что прям вот так у нас написано продукты 24. Но в целом продукты, да, почему нет? Гараж, тоже и скамеечки. Ну, нет, у нас такое еще две урны. Но надо было, наверное, все-таки съездить им в Россию, посмотреть, как это все выглядит. Никаких лавочек, скамеечек, очевидно, у нас не будет рядом с продуктовым магазином. Никаких урн 100% не будет. Все давно уже, ну, даже если это где-то планировалось, этого нет. Кондиционер вряд ли тоже будет. Гараж тоже вряд ли. Здесь понятно, гараж для чего? Для того, чтобы разгрузить товар. Из двери стеклянный, не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что-то, ну, как-то слишком европизировали наш магазин. По сути, взяли какой-то европейский уже готовый магазин, просто добавили вывеску продукта. Но, спасибо и на том. Так, вон там видно шиномонтаж. А вон там видно отель. Шиномонтаж. Ну, вот это, кстати, выглядит неплохо. Машин только мало. Мне кажется, здесь должно быть очень много грузовых машин. Вот так они должны просто наставлены во все углы, во все точки быть. Потому что, ну, слишком их мало как-то. А так, в целом, да, довольно неплохо. Вот это место неплохо сделано. Хотя, смотрите, шиномонтаж. И тут под навесом покрышки, типа... Не, они будут просто навалены вот так вот, за шиномонтажом. Вот так вот вряд ли будет. Так, смотрим здесь. Этот момент мы вроде как на видео видели. Типа такой ларечек с арбузами, да? Ну, тут не арбузы, тут, наверное, овощи какие-то. Вот там что-то красное, наверное, помидоры какие-то продают. Да, вот такое может быть, кстати. Это выглядит вполне себе реалистично. Вот это хороший кадр, мне нравится. Давайте посмотрим дальше. Итак, здесь у нас линии электропередач идут достаточно много. И опять идеальная дорога, опять отбойники везде. Ну, ну, нет у нас нигде таких отбойников. Ну, где-то прямо вот мост или очень крутой поворот. И то, там могут быть просто такие штуки, которые покажут, что крутой поворот, но отбойников практически нигде нет. Здесь тоже все в отбойниках. Но опять-таки видите, насколько сильно отличается восприятие, ну, получается, как европейцев. Ну, вот банк в деревянном здании. Вот это, да, это по-русски. Это похоже на нас. Деревня какая-нибудь, деревянное здание, банк. Еще Сбербанк должен быть написан. Не просто банка. Ну, возможно, они имели в виду, покрасив его в зеленый цвет. Ну, или таким образом они хотели подчеркнуть его экологичность. Можно ли по этим скриншотам понять, когда они планируют выпустить DLS? Я не хотел сразу это говорить, но в целом, если, ну, так присмотреться, то, в принципе, можно понять. Они планировали выпустить летом. Но лето прошло. И сейчас уже осень. Поэтому, скорее всего, они выпустят его прямо в ближайшее время. Почему я так считаю? Потому что Россия, это все-таки, ну, чаще всего это зима. Вот ассоциативный ряд складывается таким образом, что Россия, это зима в том числе. Ну, и причем зимы бывает очень много. Так вот. Я думаю, что если бы они планировали выпустить его зимой, они бы сделали зимние пейзажи. Ну, как минимум, какую-то часть. Они же должны уже продумать, как это будет выглядеть зимой. С зимним модом, так скажем, да? Здесь такого мы не видим. И это на самом деле такая... Или недоработка их, что они просто не продумали это, чтобы дополнительно привлечь еще российскую аудиторию. Или все-таки, ну, не только российскую, наверное, европейцам тоже хочется покататься по нашим родным просторам. Или все-таки они планируют ее выпустить до зимы. То есть в то время года, когда еще, может быть, где-то в теплых краях остается зеленая трава. Например, в той же Астрахани. Еще вполне, мне кажется, будет тепло и зелено. Может быть, не так зелено, как здесь, но тем не менее. Что касается уже до переезда, посмотрите. Во-первых, у нас чаще всего есть снизу такие подъемные механизмы, которые не дают проехать. И вот этот светофор выглядит чуть иначе у нас в России. Может быть, где-то есть такой, но обычно просто два таких красных кружочка на типа треугольничка такой штучки. Здесь какой-то непонятный электроник. Может быть, это пасхалка какая-то, я не знаю. Но в целом, как-то вот так все это выглядит. Давайте посмотрим дальше, что у нас показано. фоллоу карго. Здесь, посмотрите, даже собака есть. Собака, которая сидит рядом с автомобилем. И дома, которые вот здесь похожи. Вот это вот она, вот это Россия. Вот поваленные заборы. Вот такие вот ворота, какие-то дома с ржавой крышкой. Да, вот это Россия. Вот, посмотрите. Никаких те отбойничек. Даже, наверное, бордюры, они ну, лишканули, грубанули, как бы. Бордюры это очень не везде. Очень не везде. Вот убрать отсюда бордюры, и это будет прям хорошая такая российская дорога через какой-либо населенный пункт. Реалистично и похоже. Хотя газовая задвижка рядом с забором. Видите, тут как бы выход газовой трубы, газовая задвижка прям рядом с дорогой. Тем более на повороте очень небезопасно. Очень небезопасно. И вряд ли у нас такое сделано. Хотя я как-то видел в одном видео, что столб посреди дороги идет. Поэтому это, наверное, еще и не так плохо. Давайте посмотрим дальше. Так, здесь какой-то у нас промышленный центр, какая-то область промышленная, то есть заводы какие-то идут. резервуары, видимо, нефтяные, наверное. Ну да, это похоже на нефтеперерабатывающий завод, судя по количеству труб. Но небо здесь слишком такое, слишком светлое, слишком голубое. Нужно больше закоптить в этой области и будет прям супер похоже. Опять вот эти отбойники, которые огораживают повороты, дороги. ну нет у нас такого количества этих отбойничков, к сожалению. Да, выглядит неплохо. Людей как всегда нет, все хорошо. Так, ну и последний скриншот. Это у нас автобус, тут что-то контейнеровоз какой-то и снова то есть как видите городов как таковых у нас особо нет, то есть населенные пункты они такого деревенского типа, тут какой-то вообще сарай. Остановки кстати похожи. То есть все плюс-минус у нас деревенского типа по мнению разработчиков. Ну и конечно же какой-то более подробной информации к сожалению нет. Хотелось бы узнать когда же это все выйдет и хотелось конечно же во все это поиграть. Поэтому ребят можно добавлять это все в желаемое. а если вы хотите посмотреть моды для для ETS сейчас то переходите по ссылочке в описании. Там вас ждут мода для ETS самые новые самые лучшие. А на этом мы заканчиваем. Напишите свое мнение ждете ли вы вот этот DLC Сердце России или вы играете в модовую версию там Суровая Россия или другие. В общем напишите ждете или не ждете. На этом все всем пока.